Против лома есть приемы. В этом году коммунальные службы московского района вместо тяжелого железа используют во дворах только щадящие методы борьбы с наливью и снегом. Рабочие жилкомсервисов московского района отложили ломики и топоры. Дворники по старинке метут снег метлами, а затем посыпают дорожки песком. Ведь тяжелые инструменты могут повредить асфальт и резиновое покрытие на детских площадках. Применяем максимально щадящие примеси для посыпки территории, в которой содержится 90 процентов песка и 10 процентов соли. На один квадратный метр приходится песко-соляной смеси 10-процентной 200 грамм, 50-процентной 100 грамм и 100-процентной соли 100 грамм. Песок с солью от гололеда избавляют надежно, но и недостатков у них тоже хватает. Песок превратится в грязь при первой же оттепеле, а соль, как известно, беспощадно к обуви. По этой же причине, кстати, несколько лет назад городские коммунальщики уже отказались от жидких реагентов. А некоторые активисты призывают использовать более экологические материалы, например, опилки. Специальных жилищно-коммунальных у нашей съемочной группы не оказалось, и поэтому пришлось купить смесь для хомячков. Лед в сочетании с опилками скользит еще сильнее. А экологи, надо отметить, ничего не имеют против и гранитной крошки, но ее до сих пор используют только в центре города. Не все ливневые стоки готовы к ее приему. Так что правы оказались дворники, использовавшие песко-соляную смесь. Для московского района только в ней и спасение.